К нам на сайт поступают жалобы с различных регионов. Сегодня мы едем по трассе в Новосибирск и заехали в Мариинск. И из Мариинска идет трасса на Томск. И вот жительница деревни, которая находится на этой трассе, пожаловалась нам о состоянии дороги. Трасса на самом деле должна быть загружена, потому что это одно из важных направлений с Красноярска на Томск. Мы решили проверить, сейчас разделимся, возьмем машинки покрепче и поедем в Томск, посмотрим этот участок дороги, который якобы должна отремонтироваться. Наверное, везде в Кемеровской области тоже бюджет испытывает дефицит. Поэтому вот в этом году только губернаторам принято решение о ремонте этой трассы в Новосибирске. И за два года мы ее должны сделать. Сейчас принято решение в этом году по ремонту. То есть это в следующем году уже будет что-то участвовать? Да, и этот, вот мы нафигу, вот да. Так осталось-то у нас сколько до конца зоны строительного? В сентябре весь. В сентябре еще есть, да? В сентябре еще. И сколько вы доделываете? Ну, порядка 6-7 километров мы пройдем. Поверьте, там яма, я вот так вот присел в яму, поместился. Понимаете, мы вот сейчас ехали вот на эту машину, нам не объехать ничего, не проехать было. То есть вот у вас подрядчик, наверное, не работает, может быть, редко бывает там. Он, кстати, с вами ехал подрядчик, и он вам, наверное, показал, что он начал работать. У меня два регламента, я могу два раза грейдер пустить. Понимаете, у нас, вот эти проблемы у нас в России, они везде. Он вам говорит про объем и содержание, так, включительно, содержание-то объем. А грейдер пустить, чтобы засыпало хотя бы что-то там. Понимаете, это вот просто движением не назвать. За счет содержания будем поддерживать ровность на ней. Конечно, ямы там недопустимы. Я вот удивился, может быть, вот эти дожди там что-то случилось. Но месяц назад там была идеальная ровность. Все, серьезно. Просто не везде даже найдешься. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok